Денди Вам, наверное, тоже нелегко в это поверить Время играет с нами такие шутки Ведь жизнь в мире новой реальности подчинена своему только одному ей свойственному ритму Оно то замедляет свой ход и еле-еле тащится, когда вы сталкиваетесь с какими-нибудь трудностями в процессе игры Или, например, мчится вперед со скоростью мысли, когда уровень за уровнем падают к вашим ногам Благодаря вашему умению, мастерству и терпению За окнами меняется день и ночь, лето, зима, весна, осень А в мире компьютерных игр вечное солнце и вечный кайф Мы не согласны? Тогда отправимся вместе с нами в мир новой реальности В мир компьютерных игр Ты хочешь управлять миром? Твоим миром, в котором каждая секунда это борьба и скорость В твоих руках самое совершенное оружие Уже сегодня в магазинах Денди по всей стране совершенная игровая система Супер Ниндендо Продолжаем знакомство с волшебным картриджем для приставок типа Денди Для наших постоянных зрителей этот картридж уже не новинка Мы о нем рассказывали в прошлой нашей программе Ну а для тех, кто пропустил эту передачу, несколько слов вкратце Вы знаете, что надпись на картридже 100 в 1, 200 в 1, 500, даже есть такие картриджи, 1000 игр в 1 Это полная мура На этом может купиться только самый, что ни на есть, чайник Как правило, это одна или две игры и бесконечное множество вариаций на одну и ту же тему Этот картридж совсем другое дело 8 совершенно разных игр для всей семьи Принц Персия для мальчиков и девочек Контр только для мальчиков Дактейлз, часть вторая Довольно общая игра для универсальных интересов Зеленые береты только для мальчиков И маленькая русалочка исключительно для девчонок Так вот, экономией такой картридж для вашего семейного бюджета Составляет примерно 50-60 тысяч рублей Согласитесь, это серьезные деньги А сколько удовольствия, об этом я даже уже не говорю Итак, вставляем его поскорее в приставку И продолжаем знакомство с его волшебным содержанием О части этого волшебного содержания мы уже рассказывали А сейчас игра Firefighter По-русски это звучит как борец с пожарами Ну, а если уж совсем по-нашему, так просто пожарник Игра, что там говорить, простая Те, кто играют в компьютерные игры довольно давно Знают, что это одна из самых первых игр, появившиеся на нашем видеорынке Но с тех пор она не потеряла привлекательности Потому что прежде всего основана только на ловкости рук Задача пожарников довольно простая Вовремя подставить батут под выпадающих из ветка из окон несчастных погорельцев Но в отличие от первого варианта этой игры, здесь гораздо больше уровней И краски, конечно, тоже с некоторых пор стали лучше и сочнее Вот видите, как просто помимо несчастных погорельцев из окон вываливаются еще и мешки с деньгами Ну что ж, работа пожарника хоть и опасная, но кажется довольно интересной А это Little Mermaid, по-нашему русалочка О ней мы довольно подробно рассказывали в одной из наших прошлых программ Поэтому сейчас давайте просто полюбуемся, как милая хвостатая девушка Купается в морских глубинах, попутно спасая своих друзей от злых акул И открывая сундуки с несметными сокровищами Правда, иногда ее подстерегает неудача Как, например, в этом случае Казалось бы, копни хвостом И Ан нет, ничего там подобного нет Ну что ж, дальше в путь Ну а это, как вы понимаете, главный враг первого уровня Страшная, зубастая, довольно полная акула Но нашей стройняшке ничего не стоит с ней бороться Надо только вовремя выпустить пузырик Захватить в него рыбешку А там уже просто пара пустяков Девчонки от этой игры просто шалеют Сайдпокет Это значит боковой карман, а по-русски заначка Так называется самый известный в Америке бильярдный клуб Хочется отметить, что сайдпокет очень нравится взрослым мужчинам Они готовы часами просиживать перед экраном Пытаясь доказать своим родственникам И самим себе, кстати Что и они кое-чего стоят на зеленом бильярдном сукне Так что можно с уверенностью сказать Что картридж, о котором мы рассказываем сегодня Для всей семьи Без исключения Как вы знаете У нас сегодня С вами Старый Новый Год 13 января Поэтому Если родители Собираются подарить своим детям подарок И на Старый Новый Год Я уверен, что есть такие родители Которые хотят на все праздники Дарить своим детям подарки То вот этот картридж Будет великолепным подарком И не только детям А и вам, дорогие мамы И дорогие папы Ну, а мы заканчиваем общение с 8-битными играми И переходим к следующей рубрике Нашей программы В одной из наших программ Мы вам уже рассказывали О новом выпуске журнала Видео о с Денди Новая реальность Вот с этим огромным Хондой Из игры Street Fighter 2 На обложке Если вы этот журнал откроете На странице Номер Сейчас скажу На какой странице На странице Номер 10 То Там вы увидите информацию Про фан-клаб Денди И сразу же поймете Что эти двое парней Которые сидят рядом со мной С весьма унылым видом Имеют к этому отношение Ну, ребят Вам тут вид унылый Сейчас делать не надо Потому что вы Победители Конкурса Второго конкурса Который проводит журнал Видео о с Денди Новая реальность На описании игр И вообще на отношение К компьютерным приставкам Прошу любить и жаловать Это у нас Валерий Корнеев Так? Да А это Вадим Кулагин Да Расскажите, каким образом Вам удалось победить В этом конкурсе? Ну, какое-то время назад Я, значит, Начал Покупать журнал Видео о с Денди И вот Решил принять участие В этом конкурсе И Нарисовал комикс С рекламой журнала И вообще компьютерных игр Комикс Твой опубликован В этом же журнале На 17-й странице Скажи, пожалуйста Вот ощущение Когда твое произведение То над чем ты сидел Вечерами, ночами Опубликовано В таком вот Толстом, красивом Настоящем журнале Какие ощущения? Вечерами особенно Я не сидел Я его быстро нарисовал Но все-таки было Очень так Удивился И приятно, наверное Да, конечно Я не думал, что Опубликует Как-то Трудно описать сразу А вообще С компьютерными играми Ты как давно дружишь? Дружу я где-то Ну, года три с половиной С чего ты начинал? Я начинал с Нинтендо С Нинтендо сразу Водаешь Ну, с 8-битной Нинтендо Да, конечно Ну, и расскажи мне Ты теперь видел, конечно Что такое Супер Нинтендо Что ты можешь сказать Об этой приставке Имея уже опыт Вообще общения С системой Нинтендо Ну, как 8-битная приставка Нинтендо Была в свое время Лучшей приставкой Круче-туче Да, конечно Так и 16-битная Сейчас, конечно Затмевает И Мегадрайв И другие какие-то Приставки 16-битные Которые имеются На рынке Это лидер Да, но это лидер Безусловно Во что ты и сейчас играешь? Сейчас у меня Мегадрайв Но я вот думаю Скоро Нинтендо купить Супер Нинтендо Да А куда ты делал 8-битную Нинтендо? 8-битную Нинтендо Дома лежит Но в нее не играю Не играешь? Ага Продать надо Да ломал Да ломал? Что, ее все-таки Все-таки можно сломать? Ну как За три года Конечно За три года Да, за три года Можно сломать Даже молоток Так, понятно Это был Валерий Корнеев Он у нас победитель Но не самый главный победитель За его комикс Журнал Видео А с Денди Новая реальность Решил подарить ему Два картриджа Для Денди Для тебя это, конечно, уже Пройденный этап Но, так сказать Это самый минимальный приз И за свой самоотверженный труд На Ниве компьютерных игр За твой комикс За твой интерес За твой энтузиазм Мы награждаем тебя Двумя картриджами Для приставки Денди Джуниор Или Денди Классик Это зеленый берет Стрелялка-убивалка И замечательные Автомобильные гонки ЛА-16 Поздравляем тебя Спасибо От имени нашей программы От имени всех фанатиков Капитальных игр И вручаем тебе Свежий Пахнущий краской Журнал Видео С Денди Новая реальность С твоим произведением А это Вадим Вадим у нас Чем замечательен? Написал Про и пароли Про разные игры Про какие? Про Арканоид Про Робокоп Какая у тебя приставка? Денди Джуниор Давно? Давно уже Ты собираешься играть В Денди до пенсии? Нет Почему? Тебе, кстати, когда на пенсию? Еще далеко Далеко, да? Лет 40 еще, наверное Хорошо Это в следующем веке Ты берешь на пенсию И во что ты собираешься играть В ближайшее время? Ну Собираюсь купить приставку Мега Драйв 2 Мега Драйв 2? Да Так, а почему именно Мега Драйв 2 А не Супер Нинтендо? Ну не знаю У нас у всех Потому что Сега Мега Драйв 2 У всех Что значит у всех? Это стадное чувство Большинство В данном случае Стадное чувство Это нехорошее чувство И зачем покупать то, что уже отцвело Когда лучше покупать то, что сейчас На самом гребне популярности? Ну С ребятами можно поменяться На время Пока что Ну это вот такая позиция Может быть и такая позиция Хорошо За твою работу За твой энтузиазм И трудолюбие Ты получаешь Аж целых 3 картриджа Для своей приставки Пока у тебя нет Ни Мега Драйва Ни Супер Нинтендо Ничего другого А только Дэнди Джуниор Или Дэнди Классик? Дэнди Джуниор Мы тебе дарим Аж целых 3 картриджа Во-первых Огромный Огромный сборник 10 игр в одной Кроссфайр Держи Это тебе Гоусс энд гоблинс Призраки и гоблины И Робокоп Часть вторая Я надеюсь У тебя ни одного Из этих картриджей Еще дома нет Нет Ну и журнал Дэнди Новая Реальность Последний номер Это тоже тебе Ну а вам Остается только сидеть Кусать ногти Локти и все остальные Части тела Потому что вам Ничего этого не достается Потому что вы Ленивые Сидите Только играете И не хотите Принимать части В наших конкурсах Ну конечно это шутка Многие из вас пишут нам Многие хотят что-то выиграть И обязательно выиграют Привет Денис Здравствуй У нас в студии Снова Денис Панов И в руках Миво Мне это очень приятно Журнал Total Тот самый Который я ему привез Из Англии И подарил В нашей прошлой передаче Кстати Это не для того Чтобы ты мне Эти деньги отдавал Но В Англии он стоит 2 фунта 25 пенсов Это примерно 5 долларов Значит По нашим Загам Ну около 20 тысяч рублей Как думаешь За 20 тысяч рублей Поклонники Супер Нинтендо Покупали бы Такой журнал У нас Если бы он был На русском языке Покупали бы Бесспорно А если не на русском Не на русском Тоже покупали бы Со словарями Посидели бы Переводили бы Ты часто В слова заглядываешь Частенько Приходится Конечно Вот мне кажется Я английский знаю Очень хорошо Но мне кажется Что язык компьютерных игр Настолько Интернациональный Что в принципе Тут особо много Читать то не надо Ну да Достаточно Несколько Беглых взглядов Чтобы понять В принципе О чем Хотя Ну вот игра Firehawk Огненный орел Сокол Ястреб Ястреб Для Нинтендо Один игрок Компании Кода Мастерс Вот и все Что нам нужно Собственно говоря Знать Ну не все Мы посмотрим на картинки И все станет ясно Гораздо больше Всех интересных информаций Если бы ты конечно Перевел до конца Но я думаю Что все у тебя впереди Журнал у тебя никто не отнимает Тут 98 страниц Потрясающей ценной информации Ну а мы давай с тобой Пока журнал твой отложим Извини Радим И поговорим о том Какие секреты Ты приготовил для нас Сегодня Вот Принес Два секрета Две игры Так Bugs Bunny Знакомая игрушечка Вот Про кролика Роджера И Мегамэн Икс И Мегамэн Икс Это супер нинтендовская Собственная разработка Да Нинтендо Мы о ней уже рассказывали В нашей игре И про Bugs Bunny По-моему тоже Или нет Нет Про Bugs Bunny Не рассказываю Аааа Так Значит Давай мы начнем Со знакомого Секрета для игры Мегамэн Икс А потом Ты нам расскажешь О секрете Из Bugs Bunny А мы Расскажем О самой игре Договорились? Давай Мегамэн Икс Спасибо Смотрим В первом уровне игры Главное он меня обязательно Убивает Да Я никак не могу Победить Но мне так кажется Если я кого ни забью Одного из Девяти Главных Угу что что то получается что то не получается я считаю что сын и игра на приставках это так лет творчество потому что без какого-то петли вы такого подхода нельзя ничего добиться нельзя просто бежать и стрелять бум бум угрыз в стену каком-то. Конечно нужно думать нужно что-то раз соображать это сложная игра я скажу сложные я тоже естественно для мальчиков а концерт это только для мальчиков да я мальчик и мы давай ставите вот эту даже по коробке уже видно что что тут не только мальчики могут потешиться, но и девчонкам тоже кое-что перепадет, правильно? Конечно. Тут нет никакой стрельбы, тут потрясающая мультипликация. Я могу это здесь сказать по обложке. А я знаю, что когда на обложке... А, вот и сзади тут есть картиночки. Слушай, да это же очень просто что-то такое невероятное. Давай скорее нам расскажи о секрете. А потом я сразу после того, как мы с тобой поговорим, сразу расскажу об этой игре поподробнее. Давай, Бакс Банни, Рэббит Рэмпэдж. Безумство, неистовство кролика. А правда здорово мы придумали рассказывать о секретах игры, о которой еще в передаче ни слова не говорили. Это называется режиссерский прием. Так вот в чем секрет. Потеревшись, извините, хвостиком, а темное пятнышко в самом начале уровня, кролик благополучно попадает в снежную пещеру, захватывает по дороге огромное количество энергии, фруктов и других обычных продуктов и проходит уровень, не заботясь уничтожением своих противников. Ловко. А с этой игрой у тебя как отношения сложились? Прошел? Да, вот эту игру я прошу. В чем там смысл? Смысл. Потом в конце концов, можешь себе представить такую картину? Большая площадь. Так. На ней много-много банок с краской. Так. И тебе нужно их разбить ногами. Все эти банки, чтобы из них вылилась краска. Ну не мне, кролику. Ну кролику, да. Вот. И вам будет постоянно мешать это сделать капризный дофидак. Утенок такой. Да. Он постоянно будет стрелять в вас, гоняться, бить палкой. Вот вы уворачиваетесь и разбиваете банки. А потом все нормально. И в чем конец? Но мне сначала казалось, что нужно дофидака победить. Я долго с него дрался, дрался, мне лучше не получалось. По старой привычке, да. Ну да. А потом так немножко подумал, посидел, думал, а что если мне побить эти банки? Ну и получилось. Ну что, с секретами на сегодня все. Да. И сейчас я с удовольствием расскажу вам об игре Bugs Bunny, секретом из которой с нами сейчас поделился. Поделился. Поделился наш компьютерный эксперт Денис Панов. До следующей встречи, Денис. До свидания. Теперь рассказ о самой игре Bugs Bunny in Rabbit Rampage. Перевести название Bugs Bunny на русский язык вообще столь же бесполезно, как пытаться объяснить имя Чебурашка. Ну, Чебурашка он и есть, Чебурашка без перевода. Имя Бugs Bunny вошло в плоти кровь американских ребятишек уже лет 30 назад. С тех пор он стал близок им так же, как его лопоухий коллега нашей русской ребятне. Только вот жаль, что про Чебурашку или Ну Погоди не создают компьютерных игр. Не потому, что они плохие, а потому, что исторически сложилось так, что у нас в стране никогда не делали и, похоже, никогда не будут делать того, чему Capcom, Konami, Electronic Arts и Ижи с ними посвятили свою жизнь и работу. Видать, так и будем мы болеть за Bugs Bunny и сражаться с врагами Бэтмена, как будто у нас своих врагов не хватает. Но это все, как вы понимаете, лирика. Ну, а игрушка на вашем экране милая, забавная, красивая и длинная. Кролик умудряется без лазеров и пистолетов, на подножном корму, так сказать, покорять врагов, которых по их симпатичности и безобидности и врагами-то язык не поворачивается назвать. Так мешаются под ногами всякие. Начальная заставка претендует вместе с игрой на совершенство мультипликации и не зря. Чего-чего, а анимация тут на самом высоком уровне. Ну, а в целом оценка 4 с большим плюсом. А почему не 5? Возмутятся некоторые. А потому, что кончается на ум. Строгие мы. Понятно? Ну, вот это то, о чем я говорил. Совершенно безоружный и, можно сказать, голый кролик. Противостоит страшному охотнику с железными пулями. Да еще в конце подсовывают ему такую бяку, что мало никому не покажется. Не показалось и им. Смотрите. Следующий картридж. Вот тут несколько слов о прелестях английского языка. Называется он Animaniacs. Очень странное. Очень странное название для русского уха. Но послушайте несколько секунд о том, что это такое. Есть такое слово в английском языке Animation. Что означает мультипликация. Но это, я надеюсь, вы кое-как знаете. Есть такое слово Maniac. Маньяк. Такой страшный маньяк. Так называют тех, кто с утра до ночи играет на компьютере и больше ни о чем знать не хочет. Я надеюсь, что вы не такие маньяки. Так вот, Animation и Maniacs. Animaniacs. Маньяки мультипликации. Больше всего в этой игре меня лично поразили две вещи. Во-первых, музыка, превосходно исполненная оркестром и переведенная на язык процессоров и микросхем. А во-вторых, то, как три вот этих маленьких чудика под эту музыку крутят, виляют, опять же, извиняюсь, хвостиком. По первости, я смеялся до слез, честное слово. Только потом стал замечать, что эта игра — родная сестра картриджа Goof Troop. О нем мы, как вы помните, рассказывали в одной из прошлых программ. Сестра — она по многим признакам. Это, конечно, основа в мультипликационных сюжетах и героях. И еще самое главное — играя в мультманьяков, надо думать головой и соображать мозгами. Или наоборот, кому как нравится. Вот за это мы такие игрушки и любим. А не за краски сумасшедшие и не за полный стереозвук. Это уже у Super Nintendo не отнять, и мы к этому начинаем привыкать. Привыкайте и вы, и если с Animaniacs, то и слава богу, для начала — очень неплохой вариант. Это была игра Animaniacs, и третья, приготовленная мною для вас игрушка, называется вот она. Ага. И снова, и снова, и снова воспоминания о мультипликации. На этот раз игра называется «Дэфи Даг» — «The Marvin Missions». «Дэфи Даг» — это герой популярного мультипликационного фильма, а «Marvin Missions» можно перевести как «Диковинные задания». Ну, задания действительно диковинные, но еще более диковинный фон. Если кто-то из вас держит дома корову или, не дай бог, быка, ни в коем случае эту игру покупать нельзя, потому что бык от обилия красного цвета тут же взбесится. Ну, а во-вторых, давайте послушаем музыку. Каково? Так и хочется сказать словами старых газетных публикаций. Сумбур вместо музыки. Ну, а что касается действий, происходящего в игре, тут все довольно просто. Только в этом случае мультипликационному герою не только дали какой-то лазерный автомат-пристолет, но и повесили на спину таинственный баллон, из которого со страшным шипом вырывается пламя, благодаря которому «Дэфи Даг» и летает по воздуху. Ну, и, наконец, самое смешное на мой взгляд. Дело в том, что когда в него попадают патронами или он встречается с серьезными врагами, он говорит одно только слово. «Мада». Вы сейчас это услышите. «Мада» по-английски «мать». Что имели в виду создатели игры, одному богу известно. «Мада» по-английски «мать». Дафи Даг для Супер Нинтендо, а теперь картридж «Мьютант Лиг Хок». О, дорогие мои друзья, к сожалению, к сожалению, как я и предполагал, впрочем, у нас немножко не хватило времени, чтобы рассказать о картриджах для приставки Sega. Но я клятвенно обещаю вам, как пионер новой реальности, что в нашей следующей программе обязательно расскажу о них. Напомню, это Мухаммед Али в тяжелом весе и мутантский хоккей. А сейчас... Ой, как мне стыдно, друзья мои, как мне стыдно, что я вас сам учу все складывать на место и класть в коробки, чтобы картридж заслужили дольше. А на самом деле все разбросал по столу, и уже до конца передачи явно не успею все это сложить. Но вы мне поверьте, я обещаю, что все это будет в полном порядке. А иначе как же может быть? Мир новой реальности — это прежде всего мир порядка и гармонии. Пока! До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Дэнзи играет все!